Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, обращаясь к вам как руководитель предприятия, старейшего предприятия, социально значимого предприятия Ликировской области, основанного в 1903 году немецким пиларом Карл Отто Шнейдером. Мы пережили две революции, две войны, коллективизацию, перестройку, но, боюсь, мы не сможем пережить вот те перемены, которые идут в сегодняшний день. 16 августа 2019 года принимается техрегламент, запрещающий использовать повторно стеклянную тару. Во все времена, во всем мире стеклобутылка используется повторно, с тем, чтобы ослабить нагрузку на среду экологическую. Ведь это 312 вагонов будут выброшены в нашем городе на свалку, либо просто в городе. Кроме этого, сегодня Росалкогольорегулированием вывешен технический регламент, запрещающий использовать ПЭТ-тару. История ПЭТ-тары восходит к тем временам, когда наши граждане приходили за пивом с банками, с пакетами, с какими-то другими им костями. Они не всегда были стерильны, не всегда были чисты. И было принято решение, были разработаны технологии по разливу в экономичную ПЭТ-тару. Принятие данных регламентов, запрещение розлива пива в ПЭТ-упаковку, запрещение применения оборотной стеклой бутылки не приведет к уменьшению алкоголизации, а люди перейдут на более дешевые, суррогатные напитки, крепкие напитки. А с уходом же ПЭТ-тары мы вынуждены вернуться на 20 лет назад, снова установить какие-то разливные пункты, разливать в Тару не всегда стерильные. Завод работал всегда хорошо, но когда доработал до пенсии, и пришел Курагин Николай Витальевич, как раз его избирали, и мы проголосовали за него. И после этого завод вырос на глазах. И такое стало современное предприятие, что надо гордиться этим, не только нашей области, но и других городах. А сейчас в такое время хорошее, все, как говорится, есть оборудование, цеха хорошо оборудованы, и все решили закрыть. Розлив ПЭТ-бутылку. Этого делать нельзя. Вся реконструкция прошла через наши руки, через руки рабочих. Здесь же пришли, когда на завод такое убожество было. Все ржавое, гнилое, ломалось не через день, а каждый день. Сверхурочное, ночное, это постоянно было. Сейчас современнейшее производство, новейшие линии стоят. Чистота, красота кругом. И это все под нож, под пресс выбросить. Это просто сердце кровью обливается. Было бы справедливым либо растянуть этот процесс по времени, чтобы дать возможность амортизировать оборудование, перейти на другие формы производства продукции, либо как делаться во всех странах, компенсировать эти затраты, поскольку все это объявляется внезапно, все это объявляется под Новый год. И времени для перепрофилирования, перевооружения производства у нас просто нет. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, мы как молодые специалисты обращаемся к вам с просьбой о том, чтобы навести порядок и решить эту проблему с тем безрассудством чиновников, которая попросту может закончить всю нашу трудовую деятельность. Дело в том, что буквально через несколько недель будет принят смертоносный технический регламент, который в принципе запретит нам разливать пиво в ПЭД. Как вы видите, здесь установлена самая современная немецкая линия, на которую были потрачены огромное количество времени и средств. Все эти люди, которые вы сейчас видите, они могут в будущем лишиться работы и возможности достойно жить. Неужели мы заслужили к себе такого отношения со стороны власти? Неужели мы так никому не нужны? Обращаемся мы от нашего завода, специалисты, инженеры, электрики, механики, пассовары, пивовары. В наших цехах работают высококлассные специалисты. У нас на заводе установили высокопроизводительную линию немецкую. На ней работают специалисты, молодежь, которая к нам пришла. Поэтому если завод остановят, то куда денется это оборудование? Оно очень дорогое. Многие проработали на нашем заводе более 20 лет. И наш завод стал им практически вторым домом. И если закроют наш завод, то все эти высококвалифицированные работники останутся, можно сказать, без работы. И куда они пойдут, где будут искать себе работу, окажутся на улице. Не хотелось бы, чтобы наше производство останавливалось на данном этапе. Когда поставлено новое оборудование, новая линия розлива ПЭД, то есть нас тут осекают и, в общем-то, не дают нам работать дальше. Честно говоря, я недавно нашла работу, буквально год, как я работаю на этом предприятии. Мне не хотелось бы терять данную работу, потому что завод достаточно хороший. Выпускаем качественную продукцию, коллектив очень дружный. Каждый день мы производим и продаем по 200 тонн пива. Следовательно, каждый день более 2 миллионов рублей мы платим в областной бюджет только акциза. В каждой бутылке пива, которую вы видите, акциза 15 рублей. С нового года будет 18. И наши власти хотят это остановить. Идет просто борьба между производителями живого качественного пива и производителями водки. Это мое мнение. Если принять те законы, которые сейчас обсуждаются в коридорах власти, то остановится пивзавод и 500 человек потеряют свои рабочие места. Все очень просто. 500 семей останутся без зарплаты. Областной бюджет останется без 2 миллионов рублей каждый день. Нужно вовремя задуматься над этим и пока не поздно остановиться. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, наш коллектив хотел бы еще раз, чтобы вы рассмотрели вот эти детали, детали технических регламентов, поскольку именно от этих деталей зависит судьба нашего предприятия, судьба наших людей. Уважаемые руководители страны, не лишайте нас будущего. Мы хотим работать на Вятиче.